3 августа 2019 года. Верхние булдаки. Поедем в Киров по Сидоровской дороге. Посмотрим на эти чудеса. Может когда-нибудь ее отремонтируют. Туда вон вятка налево. Там и Чепецк в ту сторону. А мы поедем на север. Из деревни Верхние булдаки. Здесь вот есть асфальт. Тут даже автобус ездит. Дороги деревенские. Красотища. Здесь-то асфальт. Там сейчас на Сидоровскую дорогу выедем. Ух, потрясемся. Красотища. Ох ты, отсюда даже, слушай-ка. Али, паруса видно, вышку видно, надо же, сейчас повернем на горизонте будут, домики видны, надо же, какое высокое место оказывается, да, да, тут весь город вообще как молодушки сейчас будет, обалдеть, батюшки, вот это виды, хо-хо. Не, ну, тут даже стоит остановиться. Это, слева, что, Нововятск, что там, Солнечный берег, потом, это что, Чижи, Ленина 90, там вон что-то, Хлыновская, видимо, вышку видно, вон алые паруса торчат. Так, ну-ка дай-ка это сфотографировать вообще, на телефончик. Ох, о-хо-хо. Такие виды офигенские. да красоты ну поехали поехали сейчас как начнется сидоровская дорога там-то мы порадуемся жизни а это у нас значит нижние булдаки там были верхние булдаки а здесь нижние булдаки короче сплошные булдаки народ рассекает на квадроциклах ни в чем себе не отказывали домики хорошие строят кирпич кроме легковых а чё так грузовым-то улица проезжая дом 6 продаются земельные участки сумцова 8 912 711 3337 женщина стоит на остановке автобус идет и вот такая дребедень будет у нас до улицы порошинской бедные водители автобусов они эту хренатень на своей спине испытывают 117 маршрут киров-сидоровка каждый день они по ней пилят не знаю какая это радость была у меня мысль много ям на асфальтовых дорогах в городе Киры так срежьте нахер нижние булдаки заканчиваются этот асфальт и давайте ездить по остаткам чего там сплывет так вот остатки вот такие будут и чё-то как-то эти остатки-то нисколько не лучше наверное все-таки пусть асфальт будет с ямами раз уж ручонки коротки делать хорошие дороги в этом году в 2019 случилось чудо чудное почему-то с весны массово начали ремонтировать дороги в городе Киры дворы конечно не захватили пока еще может быть десяток дурачков из элит присадят куда-нибудь что-нибудь они там на лесоповале построят ну глядишь и дворы заасфальтируются вдруг а вот за это лето сколько дорог исправили я и думаю то ли к выборам делают красивую картинку чтобы дурачки пошли проголосовали там за кого-то в демократию поиграли ну как капитал же у нас назначает власть а власть назначается методом выборов чтобы кому надо тот сходил изобразил из себя мы здесь власть ну в общем чтобы исполнили свой супружеский долг по отношению к стране типа там мы тут назначили этих мудаков и вот поэтому сами мы теперь и рулим через этих мудаков но мудаков видимо становится во власти меньше самых мудаковатых присаживают которые еще не присели где начинают пстеть хотя конечно там кол на голове тиши но у кого-то остатки разума наверное срабатывают и воровать может быть начинают меньше а это меньше становится дорогами в Кирове больше где-то убавилось где-то прибавилось потому что в этом году 2019 дорог явно больше много отремонтировано ямочного ремонта вот не видно как было они же как это называли в одни годы секторами или сегментами мы будем ремонтировать но по одежке протягивая ножки что называется 21 век главное чтобы у всех смартфоны были большие большие и все их показывать будем один к другому а на дороге у нас вдруг только в 2019 году что-то подошло ну вот она какая-то гравийка конечно тресогрузка но вроде бы не так сильно но больше я бы сюда не захотел ехать сады тут какие-нибудь покупать в земле ковыряться да ну и он нафиг хотя это не значит что другим не захочется что-то шестерка куда-то налево свернула с палками а там субботиха кстати судя по карте малая знать бы дорогу да может там даже поровнее похоже на тут какая-то охеренная усадьба вон слева правда вся уже заброшенная что-то никулинка земельный комплекс река что ли никулинка наверное здесь вот течет мост речка ну да она и есть вот люди откуда-то выползают коттеджный поселок заповедный уголок земельные участки в собственность обалдеть настолько люди хотят к земле что готовы даже по такому стиральному хозяйству ездить вот тут какие-то бревна валяются мы забили справа так ямки начались начинаем выпендриваться до этого даже маленько расслаблено ехал кстати надо аккуратнее блин на свою полосу вот здесь несмотря на все эти ямины колдобины неровности извилины и свелеватости тут носятся ого-го парняги так что страшно становится тут похоже даже асфальт когда-то был вон остатки асфальтика сереют и планировка дороги сделана с загибами со всякими так что тут летать видимо 90 можно в качестве издевательства над водителями можно здесь повесить знаки ограничения 90 ограничения там сколько выше то наверно нет 110 ограничения повесить как было в 2000 где-то году ехал от от муртии через глазов яр в кировскую область попал поленский район и эта дорога которая вела на киров через чипец что-то она была в еще более страшном состоянии чем вот это вся в яминах вся вот еще хуже вот чем здесь но зато на ней были установлены вдоль нее свежие знаки ограничения скорости где-то 40 сороковники запомнились не знаю может другие еще были при том что тащился ты там лишь бы колеса не отвалились они у меня конечно тогда колеса-то не отвалились но стойка у меня повредилась в итоге что-то машина просела восьмерина была вас 20 08 я что-то остановился на обочине какие-то проволоки там бегал искал что-то нашел подмотал поехал и аж до кирова доехал таки затем на все дела забороле эту проблему но дорога это через яр запомнилась вот этими знаками издевательскими она в принципе вот так же и выглядела только по-моему еще где-то буерраки были дикими и знаки стоят ли ограничение скорости не дай бог ты там разгонишься я не знаю как там надо ехать в каком состоянии какого объединения чтобы там разогнаться больше я не знаю 20 километров в час сейчас мы едем где-то двадцатка и есть понятно что это как в том анекдоте что первый идет ямки вырывает 2 ямки зарывает их спрашивают почему 2 ямки зарывает а второй горит не второе 2 это 3 а второй должен был деревья сажать так вот так же дорога в усмерть убитая но знаки поставили свежие там надо было еще камеры видеофиксации поставить но в те времена прогресс не дошел еще до того счастья так бы конечно это издевательство очень было бы забавно даже любопытно вот как сейчас выглядит об порожено есть надежда что уже заканчивается это извращение интересно бы посмотреть как сейчас выглядит дорога он так все сейчас будет асфальт это уже уважаемые товарищи улица пороженская здесь уже начинаются цивилизация вот так вот жители кировского края ездят ну ладно красивый вид там посмотрели кстати да с от верхних булдаков виды на киров практически весь туда надо блин с хорошим объективом сейчас выйдем на пороженскую площадь блин н у у у у у у у у Аромат вон дыма. Прекрасно. Ну и все. Вот здесь вот, по-моему, начинается Порошинская площадь. Вот здесь 21 автобус, по-моему, конечная, неконечная, у него плохо разнает. Вот и все. А здесь уже цивилизация. Здесь уже хорошо. Всем пока.